уважаемые зрители сегодня я приглашаю вас на прогулку на остров бейший лик это бывший остров полковничий бывший остров кирова советское время сейчас дорогие мои зрители мы с вами пойдем вот мы сейчас с вами идем и уйдем налево мне сказали что если я вот дойду до снарядов и уйду сюда то там должно быть что-то интересное ну посмотрим не самой интересно вот посмотрите эта тропа здоровья она сделана для людей для того чтобы мы все гуляли вот шведская стенка вот он не говорил сюда мы посмотрим давайте нагнусь пройдем сейчас пройдем посмотрим вот здесь снаряды спортивные здесь занимаются спортсмены я знаю люди есть которые сюда приходят и здесь гуляют не тут я вижу там кажется дорога нет мы не туда пошли уважаемые зрители я не поняла куда идти сказали что сказал мне налево идти вот я оттуда шла давайте в другую сторону пойдем потому что туда куда я сначала пошла там просто дорога была давайте зайдем сюда пройдем по тропе что здесь такое это уже тропа конечно же смотрите пакеты мусор битое стекло ну люди вот такие такие к сожалению куда мы попадем посмотрите как классно здесь как здорово вот можно сюда прийти семьей например я надеюсь здесь змеек нету я бою и змей вот мусор ну что это такое красотища такая так мне такое ощущение что я выйду здесь мне сказали что можно подойти увидеть старую железную детскую дорогу но я ее не вижу вижу какой-то враг я вижу какой-то тротуар чек ну я не знаю давайте он здесь пойдем вот так вот может быть увидим что-то я отошла в может быть это это тропа тоже посмотрите какая она красивая таинственная супер дайте какой красота какая здесь вот так там овраг а дальше река да вода здесь вот ой блин вообще страшно тропами тайными ходить еще третий вариант неприятности я уже подъехала сюда к мосту выхожу и вижу как поднимаются наверх из кустов двое мужчину лет ну по 40 наверно и они обнимают друг друга представьте думаю да что же за сегодня день такой я вижу какой-то сплошной негатив вот так идешь идешь и какой маньяк из-за кустов так давайте сюда пройдем немножко тут просто заболоченная вода это знаете взять часть 7 полотинки часть 7 полотинки просто тут во время разлива ну лягушки наверно как как смотрите красота туда можно пройти тоже красота тишина зеленая водичка ну как то так пойдемте дальше пройдем да мы там выйдем да вот так рискован вообще как бы ночью я бы не рискнула по острову пройти честно говоря ни за какие коврижки иногда смотришь фильмы вот там герои по таким каким-то темным в ночью идут там чуть ли не по кладбищам или по паркам и не боятся боится зритель конечно но я бы ни за что не смогла бы честное слово страшно так вот я иду куда куда я иду да я эту надеюсь за мной не гонится тут мужик в рубашке без рубашки ну в том смысле что я может какой-то свидетель между нежеланный и пошла же я надо тропами такими странными куда я иду зачем я иду ребята но прогулка супер знаю куда выйду куда я выйду я не знаю но здесь смотрите буреломы какие-то вот такое все ну красиво и воздух свежий такой лесной повязку здесь не надо надевать ой красота как дорогие мои зрители я хочу чтобы у вас был тоже эффект присутствия чтобы у вас было ощущение как будто вы тоже здесь идете со мной страшно никого нет кто его знает сейчас время такое знаете а вообще я привыкла по таким местам ходить когда у меня дочка маленькая была мы ездили с ней два раза были в есентуки такой курорт на северном кавказе от кресла валяется тоже по свалки вот видите свалки иногда жуть и вот знаете вернемся ли вернусь ли я как теперь и в общем знаете и там разные города которые находились рядом железноводск пятигорск кисловодск можно было доехать на электричке и часто я мы с ней с дочкой нам было восемь лет и мы вдвоем ездили и там было принято железноводске делать те линкуры то есть прогулка там были разработаны маршруты асфальтированы дорожки и вот так можно было ходить по этим лесам советское время при пушкине лермонтове там эти леса были голые эти точнее горы были ну как степь с травой а в советское время в двадцатые годы уже начинали засаживать и там красивые леса прекрасные и потом дома отдыха появились там минеральная вода и вот эти теренкуры для больных людей это очень полезно ходить вот и дышать кислородом и то что сейчас мы делаем с вами дорогие мои зрители вот мы сейчас идем по тропе я впереди вижу какой-то свет надеюсь мы выйдем к чему-то такому где много людей чтобы не идти до бесконечности а остров этот большой и вот мы бродили с ней по теренкуром тоже бывало что на теренкурах встречались люди а бывало нет но там как-то безопасный ряд раньше было это мы ездили в 1985 а его их нет 1980 80 87 году наверное так примерно или 88 год в общем где-то так вот ездили и и я была еще там 70 1979 году тоже мы видели эти теренкуры мы там были с группой групповая групповой туризм был такой из города нашего выехали и жили на квартирах вот а потом мы с дочкой дикарями через 10 лет приехали да это был восемьдесят девятый год значит да и мы приехали это же жили на квартире но уже дикарями так дешевле было и у меня раньше был отпуск была старший мухгалтер на мясокомбинате у меня отпуск был 24 дня с воскресеньями получался почти месяц и вот я всегда или путевку покупала на на месяц там на двадцать два дня вот насколько возможно или вот мы с дочкой выезжали а потом уже началась перестройка вот этот бордельера этот общесоюзных когда уже никто никуда не ездил и все все бедными стали кто-то бедными кто-то богатый а тогда мы ездили а тоже такой путешественник было всегда уезжала так вот я вышла здесь я вышла к монументу здесь вот у нас дорогие друзья такой памятник так а здесь извиняюсь надо пройти аккуратно и так дорогие друзья мы шли к монументу это у нас памятник у нас здесь вы же знаете в нашем городе семипалатинске были ядерные испытания много лет и потом они прекращены были ну по требованию общественности может быть так и по воле первого президента вот посмотрите такой памятник много людей болела и онкология до сих пор если онкология у нас есть это скорее всего это последствия этих ядерных испытаний и но и пока передается по наследству и у многих многих детей вот рожденных уже он тогда даже допустим были такие патологии уже из-за этих врожденные от родителей передались вот допустим почки больные у многих поголовно были пела нефриты в общем почки глаумерова нефриты щитовидка в общем не дай бог не дай бог эти разные испытания вот эти войны страдают простые люди вот кто-то там погрозил амбициями своими помирился а потом начинает вооружаться чтобы запугать противника и вот испытания на своей земле как бы были посмотрите как красиво здесь теперь память очень много людей погибло и когда испытания были тогда люди еще не изучили это и пленя и они например тогда посмотрите какой памятник высокий стелла и тогда когда испытания были на полигонах люди не знали что это опасно для здоровья и там многие сидели в окопах смотрели как мы испытывали животных разместили овец там лошадей собак чтобы потом узнать на какой волне какое воздействие на живые организме и сами люди тоже пострадали конечно умирали давно уже вот дорогие мои зрители очень красивый мемориал красивейший грустный такой сюда приезжают обязательно свадебные кортежи сейчас свадеб нет уже карантины на нету а то знаете сколько здесь свадебных машин было и свадеб посмотрите вот этот вот памятник вот мама с ребенком с малышом пытается закрыть его от облучения от всего но к сожалению не всем это удается вот дорогие друзья мы шли по такой тропе необычной но если идти по тропе здоровья тоже можно выйти к этому памятнику и можно выйти к нашему зоопарку но сегодня в зоопарк не пойдем сегодня у нас прогулка закончена дорогие друзья ну вот такая постаралась сделать ее необычной посмотрите как красиво и печально вот в 2018 году у меня видео есть про полигон и там очень много очень много свадеб было невест женихов вообще так здорово красиво посмотрите мое старое видео я ссылочку если не забуду постараюсь сделать это иногда обещаю забываю вот так дорогие мои зрители такое путешествие у нас сегодня до новых встреч всего доброго ертен